Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простегнись сам и обезопась ребенка. С такими призывами к водителям и родителям в Карачаевске на этот раз вышли не только полицейские. Информационно-пропагандистскую акцию от Госавтоинспекции Межмуниципального отдела внутренних дел в Карачаевске поддержали и активисты ЮИД. Ахмат Халкечев подробнее. В рамках профилактических мероприятий под общим названием «Детское кресло» полицейские в течение последней недели вели особо усиленные дежурства вблизи общеобразовательных учреждений с целью выявления и пресечения нарушений правил перевозки детей. Взрослым важно понимать, что они в ответе за жизнь несовершеннолетнего в салоне автомобиля и не пренебрегать правилами, элементарными правилами пристегивать своих детей. При покупке детского кресла необходимо спросить у продавца сертификат. Если продавец не может предоставить сертификат, то лучше такое детское кресло не приобретать. То есть, так как несертифицированное детское кресло не обеспечит безопасность. Чтобы в очередной раз напомнить взрослым о том, насколько важна правильная организация безопасности маленьких пассажиров, вышли и юные друзья полицейские. Здравствуйте, дорогой водитель. Мы просим вас, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения и также дружили с пешеходами. Мы просим вас, чтобы вы пристегивались и берегли свое самое-самое дорогое. Это ваши дети. Просим приобрести детские кресла, чтобы вы и ваши близкие были здоровы. Да, и в дальнейшем ни одна авария не возникнет. Спасибо большое. Спасибо большое. Как вам креатив от наших полицейских и их юных коллег? Круто, все круто. Правильно все делают ребята. Частенько такое должно происходить не только у вас, а и у нас в Савропольском крае. Но это неожиданно и приятно на самом-то деле. Активисты ЮИД из числа учащихся 1-й школы Карачаевска в рамках профилактических мероприятий придумали весьма символичную акцию письмоводителю. Нам хочется помочь этому миру. Мы хотим, чтобы ни одна авария в этом мире не произошла. Что вы делали? Передавали письма, которые мы лично написали. Мы надеемся, что они их прочтут. А что в письмах? Какие слова? Мы говорили им о правилах дорожного движения и очень просили их соблюдать. Я очень надеюсь, что мы сегодня сказали. Водители прислушаются к этому и все будет хорошо. И весь мир будет соблюдать правила дорожного движения. Я очень рада, что мы смогли поучаствовать и хотя бы немного смогли, так скажем, предупредить, попросить водителей придерживаться правил, чтобы пристегивались, чтобы пристегивали детей, имели детские кресла. Профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях, будут продолжены до тех пор, пока не будут достигнуты реальные показатели повышения уровня сознательности водителей, отмечают сотрудники ГАИ. Ахмад Халкесчев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. В ауле Эркинхалк Ногайского района прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию улицы имени заслуженного деятеля науки Карачаева-Черкесии, доктора исторических наук Рамазана Хусиновича Кирейтова. Собравшийся отдали дань памяти человеку, внесшему значительный вклад в развитие не только ногайской, но и российской этнографической науки. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Хранить память о человеке – это наш священный долг, является основой нашей культуры. Рамазан Хусинович Кирейтов навсегда увековечил свое имя, вписав его в историю науки нашей республики. Собравшись, отмечали, что он внес значительный вклад в развитие российской этнографической науки, как ученый-историк. Заместитель председателя правительства республики Джанибек Суюнов подчеркнул, что открытие улицы Рамазана Кирейтова является значимым событием в истории его родного аула Эркинхалк. Рамазан Кирейтов был знаковой фигурой в нашем ногайском народе. Он таковым и остается. Еще много нам предстоит осознать, изучить его труды и понять, насколько глубинно он близок был не только по отношению к своему народу, но и по отношению всей нашей многонациональной карачево-черкесии. Рамазан Кирейтов достойно представлял нашу республику на многих научных конференциях. Будучи плодовитым ученым, он оставил огромное научное наследие, которым много десятилетий будут пользоваться. У него около 150 научных публикаций, в том числе 6 монографий. Его имя пользуется огромным авторитетом в научном мире, не только у нас в республике, но и далеко за ее пределами. Он был один из деятелей науки, которые называют совестью нации. Такие люди, конечно, остаются в сердце народа и в памяти. Историк-этнограф Рамазан Хусинович посвятил себя тому, чтобы собрать, обобщить и сохранить духовную культуру, традиционное наследие нашего народа. Чтобы не растерялось оно на извилистых дорогах трудной истории нагайцев. Рамазан Хусинович – ученый-кавказовец с мировым именем. Его научные труды находятся в библиотеках Германии, Турции, Америки и Ближнего зарубежья. Всю свою жизнь он посвятил познанию своего народа, отмечали участники мероприятия. Человек даже уходит, но его дела, его отношения к жизни, вот как будто он сегодня рядом с нами. И на самом деле он не только был драматургом, этнографом, но и явным ученым-просветителем, который продвигал историю нагайцев вперед. И в буквальном смысле из-за его трудов мы гордимся своей историей. В свою очередь, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований Заеда Зинеева, особо отметила талантная грандность личности Рамазана Кирейтова, не только как историка, но и как мастера художественного слова. Рамазан Хусинович является автором нескольких литературных произведений пьес, многие из которых успешно ставились на сценах у нас в республике. Заеда Зинеева подарила семье Кирейтовых книгу «Нагайцы», изданную в Москве. Данный труд является 38 томом из академической серии «Народы и культуры России». По просьбе Валерия Александровича Тишкова, главного редактора серии «Народы и культуры», это академическая серия фундаментальная, которая начало берет свое с февраля 92-го года. И более того, Рамазан Хусинович принимал участие в первом совещании в Ростове-Великом, тогда, когда принималось решение о начале публикации работы данной серии. После памятную табличку с названием улицы, носящую имя Рамазана Кирейтова, торжественно открыли исполняющие обязанности главой администрации Нагайского района Мурат Хапиштов и заместитель министра имущественных земельных отношений республики, его родной сын Энвер Кирейтов. После Энвера Рамазанович выразил слова благодарности всем, кто почтил память историка-этнографа. Алихан Лепшоков, Асан Найманов, Али Бастанов, Вести Карачева, Черкесия, Нагайский район. Республиканская филармония предложила вниманию жителей и гостей черкесской мюзикл «Недоросль». Причем режиссер-постановщик решил прибегнуть к весьма необычному формату подачи известной фанвизинской повести, перенеся прошлое в современность. Так, по мнению режиссера Евгения Пересыпкина, легче всего донести до молодежи, на которую и ориентирован мюзикл, идеи, которые Денис Фанвизин заложил в своем произведении. Об актуальной всегда истории о воспитании в правильных идеях Мадина Каракетова. До начала мюзикла остаются считанные минуты. Актеры оттачивают нюансы предстоящей игры на сцене. Сегодня они представят нас у зрителям «Недоросль Фанвизина», художественный руководитель Ставропольского театра студии «Слово» имени Владимира Гурьева Евгений Пересыпкин, которого пригласили в качестве режиссера-постановщика этого мюзикла, уверен в его успехе, но в то же время немного волнуется. Это уже четвертая совместная постановка с Государственной филармонией Карачева-Черкесии, рассказывает он вестям. «Недоросль» Дениса Фанвизина выбрали потому, что эта история всегда актуальна. Молодое поколение должно воспитываться в правильных идеях – образовании, любовь к родине, осознании того, что каждый человек приходит в мир с определенной полезной миссией. Вот это произведение пьесы Фанвизина, оно именно об этом. И о том, что тут есть несколько противоположностей. Есть отрицательные персонажи, которые приносят зло в мир. А есть положительные, как Стародум, допустим, который говорит о таких вещах, которые нам очень близки и понятны, и мы на них должны равняться. И нам нужно было с молодым поколением поговорить на их языке. Поэтому авторы постановки решили немного изменить фанвизинский сюжет, перенеся действие в нашу современность. Главный герой мюзикла – современный студент Митя, уверенный, что ему нет необходимости учиться, ведь всё сейчас можно найти в сети интернет. Он до того невыносим, что выводит из себя даже Алису, и разгневанный искусственный интеллект отправляет его в прошлое, в недоросли фанвизина, превратив его в метрофанушку, мечтающего не учиться, а жениться. А Митя и доволен в роли метрофанушки. Его кормят, поят, любят, обхаживают, балуют, потакают любому капризу и аплодируют любой его глупости. А главное – не надо учиться. Всё и так у него есть, в том числе и возможность поправить финансовое положение за счёт богатой невесты. Но события разворачиваются так, что Митя вскоре очень уж захотелось назад в современность и учиться, и полезным быть, и целью в жизни обзавестись. Я думаю, что зрители, которые придут, они поймут нашу аллегорию, что мы делаем мостик между прошлым и современностем. То, что там – это безобразные картины скотининых, угнетение других людей, насилие над ними, которое несправедливо совершается. Или наоборот, убираешь в сторону мира, добра, справедливости. Вот об этом мы хотели поговорить. Поэтому было интересно работать с нашими актёрами, с нашей труппой. Режиссёр-постановщик не в первый раз прибегает к подобному формату в работе и в недоразле также, поскольку это лучший способ донести до молодёжи идеи, которые фан-визин заложил в своё произведение, ведь оно создано в 18 веке, и пришлось адаптировать его под современность. Актёры рассказывают, что им было очень интересно работать над постановкой. Это что-то новое для меня. То есть играть сразу две роли, во-первых. Во-вторых, какие-то перемещения во времени. Это очень интересно, особенно сам процесс подготовки, съёмки и репетиции. Это очень интересно. Кроме того, Руслан Мараховский признаётся, что участие в этом мюзикле даже заставило его в каком-то смысле пересмотреть своё отношение к миру и, в частности, учёбе. Над костюмами работала целая команда модельеров и швей. Совершенно завораживало музыкальное сопровождение постановки. Вся музыка и песни написаны Сергеем Лещовым. И прежде чем приступить к работе, он досконально изучил биографию Дениса Фанвизина и несколько раз пересчитал саму повесть «Недоросль». Потом уже остановиться на каких-то ярких моментах, ощутить эмоции каждого героя. А потом уже я потихонечку стал переводить в стихи некоторые яркие моменты, которые мы вместе с Евгением Петровичем, нашим режиссёром главным, решили произвести как музыкальные моменты во время спектакля. Это была очень интересная работа. Я считаю, что именно когда мы даём главному герою, второстепенному герою, герою третьего плана, какую-то музыкальную, ну не арию, а музыкальный нюанс, где он подчёркивает с помощью мелодии и стихов своё состояние, свой образ, своей мечты и стремления, до зрителя это чуть глубже доходит, чем просто во время обычного спектакля, во время речитатива того же героя. Овации зрителей, их эмоции создатели мюзикла считают главным показателем успеха их работы. Они сопровождали всю постановку от начала до конца. Постановка потрясающая. В первую очередь актёры. Это действительно такой талант, дар. Также сцена, костюмы просто превосходные. То, что это всё оформлено музыкально, это даёт свою изюминку. Мне очень понравилось. Во-первых, необычное такое преподнесение. И, ну, очень замечательно. Играют актёры молодцы. Очень нравится музыкальное сопровождение. Это необыкновенно, непривычно нам. В общем, мы с удовольствием, я посмотрела. Сегодня Всемирный день туризма. Работников туристической сферы и всех любителей туризма с праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. У Карачаева-Черкесии огромный потенциал в туристической отрасли. Наша прекрасная республика, как неотъемлемая часть Великой России, известна на всю страну своим богатым природным наследием. Именно поэтому курорты Карачаева-Черкесии пользуются большой популярностью среди российских туристов, которые приезжают к нам насладиться уникальным чистейшим горным воздухом, живописными пейзажами, окунуться в неповторимую колоритную атмосферу региона. Мы делаем всё для того, чтобы путешествие в Карачаево-Черкесию запомнилось одним из лучших и ежедневно создаём комфортные, а главное – безопасные условия для активного экскурсионного и оздоровительного отдыха, как говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. Далее в нашей программе интервью с педагогом, чей профессиональный стаж составляет более 40 лет. Рита Кипкеева, ветеран труда, имеет множество почётных званий, а недавно Рите Асхатовне было присвоено звание «Почётный работник сферы образования России». С педагогом встретилась Белла Джозаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова